Что хочу рассказать вам. Когда мы приобретали здесь жилье, нам презентовали этот микрорайон как тот жилой комплекс, в котором нам хотелось жить и расти своих детей. А именно микрорайон с разной инфраструктурой, с множеством детских площадок, спортивных площадок, с зелеными зонами, деревьями, с запетонированными проездами, с тротуарной выткой. В общем, именно тот район, в котором мы со своей супругой хотели расти наших детей. Что мы имеем по факту? По факту у нас не выполнены обязательства застройщика перед жителями нашего микрорайона. Что мы видим? У нас не забетонированные проезды между домами, у нас не закончена детская площадка, у нас отсутствует спортивная площадка, где застройщик обещал ее продлить, доделать. На территории, где застройщик обещал продлить детскую площадку и поставить спортивные тренажеры для жителей микрорайона, по факту мы видим захват территории застройщика. То есть установлено ограждение, хотя площадка уже, по факту, она забетонирована, но застройщик выставил ограждение, детей оттуда выгоняют, машины ставить там запрещают. Вот сыпятся угрозы от кладовщика, который работает в складе, который расположен в нашем 13-м доме. В складе хранятся строительные материалы застройщика. Вот, что подвергает опасности жителей нашего дома, мы не знаем, может быть там лежат какие-то воспламеняющие шаруа, либо грузы. Видим мы, что валяется куча окурков, видим куча горы картона. Вот, на обращение застройщику в управляющую компанию по поводу проблемы склада, по поводу проблемы захвата нашей территории никакого ответа не последовало. Очень похоже, что УК и застройщик это одно лицо. Может быть с разными учредителями, но фактически это одно лицо. По микрорайону делается очень мало. Ну что такое, элементарно, один дворник на весь микрорайон. Потому что, ну, я его вижу, он ходит, убирает, делает свою работу, но он один на весь микрорайон. У нас будет больше 100 домов будет. Они уже практически все сданы. Ну, проблема мусорка наша, любимая всеми. Она одна на весь микрорайон. Здесь, когда ее вывезли, на следующий день она полная. Ну, проблема еще с электричеством. Потому что, насколько я знаю, что дома дальше с 15-го и дальше, вроде как документы подхода на электричество. Мы начинаем обращаться в НЭСК. Нам говорят, мы не можем вас подключить, потому что нет от управляющей компании документов. Недавно прошли выборы депутатов по нашему 33-му округу. Избран Чечеря Александр Анатольевич. Поэтому мы поддержали на выборах вас. Поэтому просим вашей поддержки в решении наших проблем.